АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это не тот был, только фальш конец был. А 21 декабря будет настоящий конец. Точно, да? 100% За стеной в новом зале будет заседание Лас-Пегаса 5. Не ходите, будем отрываться по полной, будем подбивать итоги, намечать ориентиры. Если что, да? Да, тамошней жизни уже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это такой легкий, значит, рекламный ход. Значит, сегодня мы будем вот этот диск сегодня презентовать. Я не знаю, что такое презентация диска. Мы просто решили с Сергеем Николаевичем, который приложил, не то что приложил руку, а просто вступил в этот диск всей мощи своего таланта, аранжировки. Знаете, вот дисков 12 у меня на сегодняшний день, из них два мне нравятся. Один – это «Симфония нутра», и вот это второй диск, который мне нравится самому. И мы решили так, что первое отделение мы просто споем все 11 песен, чтобы вы знали вообще, что там брать, не брать, не надо, что там таится. Конечно, вы не услышите всего очарования аранжировок, хотя, как всякие художники имеют право на ошибку, я проходил уже это, разные инструменты. В этот раз только гитары, только гитары, которыми Евгений Николаевич Быков владеет мастерски. Я вот так ставлю, дабы не сбиться с ритма. Вот, что еще можно сказать об этом диске сделал, но в такой манере, что как бы человек едет в поезде, а на самом деле замысел родился, когда мы с Женей ехали в какую-то очередную поездку, так сидели, смотрели друг на друга, косились в окно иногда, и что-то так привидело, что все эти человека вспоминают что-то, какие-то истории. Если судить по Ильфу и Петрову, то сразу же курица извлекается, начинается еда, а тут такая духовная пища нас посетила, поскольку не курим мы оба давно уже, выбиваем меру, много свободного времени в поездах. Ну и вот посвятили его обговариванию нового диска. Что получилось, то получилось судить, как всегда, вам. Первая песня, естественно, дорожная, естественно, под стук колес. Чуть-чуть мою прибрать деталку, а то громковато. А мою чуть погромче. Да, Женю чуть погромче. Ну вот, ничего. Поехали-ка. Равновесие не держит на шваку, Словно пьяница шатается в ночи. Только слышен опустевший тары звон, Да в кармане тихо звяты ключи. Чуть поверше туалет ящичка с письмом, Чуть побольше французского замка. Позади остался незакрытый дом, Впереди несовершённая строка. Сяду, поеду, разбинусь, Сяду, проведу, Назад вернусь. Угасается окошечный пейзаж, С ним сливается купейный синий свет. Это что же то такое, что за блажь, Чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно и не вдруг, И слова летели струнами змея, От рух на этой строчке и замкнётся круг, Да этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, Развея, другу, В средних колбей, Даже в городу. Сяду, поеду, Развея, другу, Объевает время ложечки стака, И колесик и квадратные стучат, И сгибает русло поезда река, Поворачивает пьяница назад. Снова поезд виноватым листом, Снова дым от сигарет до потолка, Позади остался незакрытый дом, Впереди по забытой строкам. Сяду, поеду, Развея, другу, Сяду, поезд виноватым листом, Снова дым от сигарет до потолка, Сяду, поеду, Развея, другу, В средних колбей, Я не вернусь. Сяду, поезд виноватым листом, Снова дым от сигарет до потолка, Значит, за второй песней в этом диске таится песня, Написанная к моему выступлению в Питере в музее Мойка-12, В музее Александра Сергеевича Пушкина. Вот, когда я стал размышлять о тяжелой сути поэта, О месте поэта, знаете, очень неизвестно где, но о месте. Поэт должен же где-то находиться. Поскольку себя я к этому не причислял никогда, Я не причисляю и причислять не буду, Ибо писать стихи, это я однажды понял, Это тяжелый, совершенно тяжелый, страшный, каторжный труд. Вот в бессмертном творении Александра Дюма «Тремушкетера» Есть такой момент, когда Д'Артаньяна приводят к кардиналу, И он заходит в покое, И он увидел человека, который склонился на листом бумаги, Отчитывая по пальцам слоги. И гениальная фраза. Д'Артаньян понял, перед ним поэт. Значит, я думаю, что перевод был правильный, Что Дюма именно так и написал. И действительно, когда я столкнулся с тем, Что писать стихи – это тяжелая работа, Каторжная совершенно. Просто до малейшего звука, до малейшего, не знаю, Там запятой надо все рассчитывать, просчитывать. А плюс еще это надо, извините, осенять все сверху. Вот. Я быстренько ёркнул в норку и понял, что я пишу слова Это песен, песенные тексты. Вот. И все. И туда и вели. А тут мне пришлось выступать перед Пушкиноведами и пушкинистами. Я очень волновался. Вот. Но когда прочитал стихотворение Сашеньки Пушкина К студентам, по-моему, он и называется. Где, по-моему, 14-летний мальчик писал о том, как они И что они выпивали. Причем исторический факт, когда дядька, которого они Посылали за горючим, был пойман и уволен из лицея. Они собрали ему такое нехилое пособие, Что дядька потом даже крепостное право пережил, знаете ли. Я так думаю. Вот. И вооруженный этим знанием я уже как-то более свободно Стал трактовать бессмертный лозунг, что Пушкин – наше все. Ох, не чужд был поэт вдохновенье, И, гоняясь за музой с очком, Унимал в свое сердце биение, Запевая об сент коньячком, Милость рифма, стенок и вокала, С них летело музычками легко. А поэту все мало, все мало, все мало, Вот уже и открылось пеппом. Ла-лай, ла-лай, ла-лай Вот стакан забродившего сока Подарил нам порт вейновый дух Из трофаза, родившись до срока Условила мелодикой слух Плавит пуша, синеет над кружкой Льются с водкой, владитник слова Но не Пушкин, не Пушкин Ядрёк снегушки, из похмелья болит голова. Мухи лапами бью, словно гоник, Гуза тонко и злобно храпит, И поэт восклицает. Не понял, может, чё-то напутал пить, Я шампанское пил по-музарски, На балконе висяла на руках, И берянув стакан, да стакан водки царской, Я болел за синих в лужниках. Ла-ла-ла, э-ла-ла-ла-лай, Ла-ла-ла-ла-лай, э-ла-ла-лай. Думаю, в Питере эта строчка будет иметь бешеный смех. Хватанулся вагон обезмеры, Я прочёл фигаро два листа, Тут поэт, накативший манеры, Уложил сверху спиртик с борта, И залил всё шартрезом зелёным из-за них. И не знал белый свет, Что шампанское было, Да, было малёным, А поэт был совсем не поэт. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, Ла-ла-ла-ла-ла-лай, э-ла-ла-лай. Вот, тот раз, Кушки Давиды, они не разобрали глубокую причинно-следственную связь, запрятанную где-то там очень-очень между, не то что между строчками, между кублетами вообще. И они так на меня стали недобро коситься, я как-то так и пытался смикшировать, но сегодня мы не о том выступлении, а о том диске, и здесь сменяют спокойная песня. Все жду, когда будут выступить перед обществом поэтов, каких-нибудь, наверное, там тоже побьют. Поэты, ребята, нервные. Почему? Что? У меня есть несколько знакомых поэтов. В хорошем смысле, это все. И когда я им говорю, у меня есть песня «Интенса», они так дергаются тоже, говорят, ну ты дал. Никто не знает, что такое «Интенса». Это интенсивное что-то, в интернете что-то таится, что-то связанное с размером, стихотворным, не знаю. Но я гордо говорю, у меня есть «Интенса». И я написал, не знаю, там, 253 песни и одну «Интенса». И все так, у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Маша знает, как «Интенса» не знает. Палка-палка-огуречек, загуречек-человечек. Он стоит, подтернув плечи, но выглядим в окно. Недавно закончен вечер, недавно затихли речи. Недавно затихли речи. Палка-палка-палка-палка-палка. Палка-палка-палка-палка-палка-палка-палка-палка. Палка-палка-палка-палка-палка-палка-палка-палка-палка-палка-палка-палка. Хочешь мне, а хочешь нет В результате в чахарбели Воложили перец в чили И в итоге получили Переперчный напит Что-то вырос в печали А ведь на черте накачали Что-то все мы подустали И печали мне от конца Зарахорились вначале На кого-то все кричали Все кого-то обличали И остались без лица Запятая точка палка Стародавняя считалка Кресло бывшая качалка Человечек под дождем Вечер долг век конечен И таинственный предтечен Всех забыл до новой встречи До которой-то живем Не печальтесь о печали Без печали мы скучали И нечасто вы встречались Чтоб закончилась она А так сидим и не скучали Наливаясь крепким чаем И приятно нас качали Нашей жизни глубина А так сидим и не скучали Наливаясь крепким чаем И печально нас качали Нашей жизни глубина Значит, в первой части Мы будем опевать этот диск А вторую часть нашего с вами общения Мы с Сергеем Николаевичем подумали так Мы будем петь, что Бог на душу положит Давайте вот кладите на душу У кого какие будут пожелания Не знаю, там, заявочки Просьбы Пишите, мы, например, возьмем там Простудируем, прочитаем Уйдем через лифтовое хозяйство Приваренное И будет фантастик Так, после интенсии на че Здесь идет Ты прав, был Николаевич Когда говорил, что без очков Будут читать так мелко написано А, все Глаза помолили память Какой-то наитий Знаешь, он до третий глаз открылся и сказал Вау, сколько ж вам исполнилось Сколько ж вам исполнилось Милый друг Что сегодня вспомнилось Как-то вдруг Вот бокал наполнился Коль чем Что сегодня вспомнилось И зачем Из огня до в полремя Столько лет Вы живете вовремя Или нет У кого не спрашивай Все земаны А во что окрашены Ваши сны Дни рождения странные Праздники В них живут Обманные Сквозняки Вроде только минуло Двадцать лет Дупло Изгинуло Нет, как нет А ни к чему Попрошу Слезы лить Лучше по-хорошему Нынче жить Наливаем рюмочки По полотне Закрываем форточки По полотне Наливаем рюмочки По полотне Сколько ж вам исполнилось На ручный год 30 марта Буду праздновать Свой переход Совершенно новую ипостась уже Наконец-то стану нормальным человеком Буду Какого цвета пенсионного бестерина Красного Ну да, красного Бордова Точно? Точно А, Бордова Как бы стыдно Как бы так уже стыдно Вот в такую пенсию Ну ничего, нормально Вот я тоже буду Бордовой человек На будущий год Я тут читал, что в прогнозах Бюджет Что-то там на 0,1% повысится пенсия Как-то заживем А 21-го мы перейдем в другое физиологическое измерение Понимаете? Нам пенсия не нужна А представляете, летают молекулы атомы в усилены А одни на пенсии, а другие нет Одним еще летать И так, другим уже так Свободный пролет молекулы в метро Понимаете? Вот, ну ничего Наверное, я что-то напишу По этому исключительному поводу Что-то, наверное, какое-то торжеще будет Не знаю, пока еще все это в проекте Спинной мозг думает об этом А пока, пока Пока еще ого-го Даже можем прочитать, что тут написано Что красным, не прочту Черненьким Открытое письмо Пэрис Хилтон Любимая песня Лидия Олеговна Чебоксарова Значит, понимаете, все ведь не вдруг Все ведь не вдруг Да не словечко в простоте, да? Как говорил Михаил Чебоков в своей песне Пэрис Хилтон, Пэрис Хилтон Господи, какой же толчок она дала по миру вообще Как это Помню, какой-то монолог древний был У кого-то, что Во всяком творчестве главное толчок Для меня толчком было Это вот так, когда меня Первый раз выставили из Лидии Фонда Да О чем это я? О том, что Пэрис Хилт Великая фигура на самом деле А? Слово «мудрёный» Какое-то было А, да-да-да-да-да Я как-то в интернете накнулся Значит, это Обсуждали Порицали тех, кто не знает Такое словосочетание, как Style Icon Писали Как? Вы не знаете, что такое Style Icon? Не, не знаю Один миллион писал, другого миллиона Да вы что, Style Icon Это у всех на устах, на ушах Это у всех на виду Style Icon Вот Пэрис Хилтон Style Icon Фенин Собчак Style Icon Style Icon Ну, я перевёл за словарём Style Icon Хорошее выражение Вот, я считаю, что на таких людях Собственно, современной этой мере одержится И дай бог на здоровье Как-то Нет, Ксения Анатольевна подарила мне лично фразу, что нынче Тренд на духовку Это я тоже долго думал А потом недавно я слышал Программу на серебряном дожде Ехал на машине Попали в пробку Водитель слушал серебряный дождь Я был принужден слушать тоже И вот где-то минут сорок Я слушал Программу, когда Бабабака и серый волк Что-то там Дудудука Пупупука Я не знаю Вот как один человек Может в двух лицах быть Вроде какие-то умные вещи такие С жаром, с плылом Говорит хорошим русским языком И вдруг здесь сидит человек Который глупо смеется И говорит Ха-ха-ха-ха Громкий сердце Ха-ха-ха Да, чтобы погнали Надо сначала пожрать Никак не мог это совместить Потом Глорис Хилтон Тут у меня сощелкнулось И так открытое письмо Глорис Хилтон Песня непонятная за пределами Энкада, я все время рассказываю, что есть такой город Москва, там будет льдов, там есть Энкады, там есть вот такой поселок Северный Энкад, у нас тоже есть. Ну здравствуй, дорогая Перис Хилтон, пишу тебе из города Москва, У нас тут есть отец с названием Хилтон, у нас была гостиница Москва, Меня зовут Степан, вот тамара, учусь я третий год, девятом был, Конечно, Перис, мы с тобой не пара, поскольку грубо я люблю, любая. Ах, Перис, 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 ты супер, ты улет, ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мед, Ты вкусная, как херес, без закуси с борта, а Перис, Перис, Перис. Мне нравится, что где-то по приколу Летишь над миром ты во всей красе. Мы тут плеснули спирта в персикову, Ты не поверишь, улетели все. Я пергидролем выкрасила волос, Я в профиль, просто ты не встать здесь его. А голос, ну что сказать тебе про волосы, Вообще-то у меня-то волос есть. Слушай, Глеб, Жеглов и Володя, Шарапова, во-во-во. Ах, Перис, 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 ты супер, ты улет, Ты жгучая, как перец, холодная, как лед, Ты вкусная, как херес, без закуси с борта, Ах, Перис, Перис, ты. Девчонки, мечта, Я Ксению Сомчак в упор не вижу, Не попуска мне даже целиком. А на тебя, конечно же, пожиже, Хоть нос и зубы тоже силикон. А мне, пока, что химии не надо, А я во сне живу, как наяву. Тебя бы к нам на северный замкадр, Ты вздохла сразу, а вот я живу. И Глеб, Жеглов, и Володя, Шарапова, во-во. Ах, Перис, 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 ты супер, ты улет, Ты жгучая, как перец, холодная, как лед, Ты вкусная, как херес, без закуси с борта, Ах, Перис, 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 а Российская мечта. Атас, 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 атас. Так, следующая песня название имеет три слова сказать, но два слились. Песня про Тарара. Песня про Тарара – это как бы продолжение мук автора на вечере, посвященном пушкинской поэзии. Но там называлось все «Откупы и шампанского бутылка». Это как-то примеряло меня, и я, значит, под впечатлением этих строк начал перечитывать Моцарта и Сальери. Я перечитываю через три дня на четвертый назад. Евгений Николаевич, ты когда вот Моцарта и Сальери перечитывал? Я говорю, считал. Я пуску говорил шампанского бутылка. Бутылка. Как ты отвернувшись от микрофона говоришь. Ты не хочешь, чтобы люди слышали твое сокровенное на самом деле. Здравствуйте. А что, вопрос повторить, пожалуйста. Да, уже проехали, я сам забыл. Короче, когда я спел про поэтов, вот они так насторожились. А я говорю, я провел исследование про Тарарат, действительно исследование. В общем, я обнаружил, что Тарарат – это вы начальник из оперы Сальери на либретто «Бомарше». «Тарар – царь Ормуза». Я буду пересказывать всю оперу, хотя там много интересных моментов было. Просто скажу, что когда-то в интернете я нашел эту оперу. Ну, пять минут я выдержал, знаете. Я вот так держал глаза. Потом это была постановка откуда-то из Франции, по-моему. И когда, значит, с корабля в море сиганули в люк, открывшийся совершенно внезапно, я восхитился мастерством машиниста сценового люка. Если бы он не открыл, разбились бы, черта мать, или все прыгающие с корабля. Вот. Это меня потрясло, и потом я дальше не смог выдержать музыку Сальери, хотя она очень неплохая. Если у этого человека учился сам Бетховен, то что говорить? И не только один Бетховен. Значит, песня про Тореро, я всегда говорил и говорю, что я ее готовил на большое народное будущее. Главное запомнить последние строчки. Сейчас проверим. Однажды жил в Ахурамах, Зиде, герой по имени Тарар. Там каждый день был пир и пра, Зиде, там и селились платы стар. Но портил общую картину, творя полнейший беспредел. Управитель, эх, ты скотина, он сжечь Тарара повелел. Тарар, естественно, был против, Горит при жизни, не привык. Народ повел тирана против И наступил к тому кирды. И все, если от его растаял, Да кто бы знал о нем вообще, Когда б не троица святая, Вьер, Ахистер и Бомаршель. Судьба несчастного Тарарара Легла морщинкой на челе. Банкет на дегельском Тарарара. И вот, если при этом устали, А там с Алили друг сердешиной, Но лучше с ним не выпивать. Подсочинил мотив прелестный, И свет стало перемнимать. И все, если от ее растаял, Да кто бы пил ее ватте. Когда б не Пушкин что оставил, Свет на бумаге и в душе. Событий много было разных, Кто с кем, когда и сколько пил. Но помнишься о Хурамастах, Как Моцарт Лоберу хвалил. Века летели, как котели, Но то не есть века, Но их ведет на самом деле. Палета легкая рука, И мы, настроивши гитары, Клевнув шампанского с утра, Гурлычи песню про Тарара. Та-ра-ра-ра-ра, Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Музыкальная школа будет объединять с детскими садами. Это не шутка, межий, противpción. Педагог-воспитатель, который затихли, как-то по-своему каждый оценивает эту новость. Новость ли это, может, тоже и нет. Я рекомендовал бы, Сергей Николаевичем подготовленную короткую программу, как путем популярного изложения сложных классических форм прививать младенцам практически внутривенно, значит, любовь к классической музыке. Представляете, недалекое будущее, не у васюки, светлое будущее, Николай Николаевич. Все ходят и поют только классические песни, звучит только классическая музыка. Мадонна приезжает в строком черном платье, со шлейфом, поет с рабатом, а ты родная. Какую мать? С ребенком приезжает. Мадонна, с ребенком. И пунктирный язык. Мадонна, с ребенком. Лизнице, братья. Ну, ладно. Читать будущее. Читать будущее, да? О, ну, это мы как раз пошли по классической музыке, да. Симфонический оркестр. Это когда-то возникло несколько строк, что симфонический оркестр уезжает на гастроли, и на это время в яму запускают караси. Все. Очень много лет назад. Знаете, мучила, мучила, мучила. Ну, а дальше что? Ну, понятно, что динамит бросают там, удочки продавать на спектакль. Ну, все не то, все не то. Вишневый бамбуковый сад. Из бамбука делается удочек. Хорошая песня. А потом, когда все пришло, струнулось, получилась такая песня. Симфонический оркестр уезжает на гастроли, и на это время в яму запускают караси. Караси живут не тесно, размножаются в него, и прекрасно обживая свой искусственный бассейн. Вот льви киза металли, там, где раньше пили в кубе, вот мальти за серебрями, из блязового чала-то ларя, вот здоровый караси на море спасал тугие губы. На живущего в пюпитре удалового мотыля. На другом краю планеты, типа во Владивостоке, симфонический оркестр методично режет сунг. Тромбанист непохмеленный, парит в общем нежестокий, выдают такую гамму, что заслалтывает дух. Симпатичная стримачка, ощутив себе задержку, все глядит на дирижера, вот простите, как же так? Дирижер не так грязи, он трактует очень дерзко, растворяясь в каждом звуке, проживая каждый танк. Месяц-два, еще неделька, вот и кончились гастроли, симфонический оркестр поспешает вноваться. Позади большая печень и фальшивые бемоли, впереди домашний супчик и ветком набитый зал. Все проходит время речи, а вот и кончились мучения. Ромбанист, отмече с пивом, снова губы расстанал. И скрипачки с дирижером продолжают обучение, и удар на духовые снова гибнут за металл. И премьера город в шоке, все раскуплены билеты, творжек света на билинине, бокс-техуды, дебюс-техуды. Но народа в зале нету, потому как все в буфете, где ж ворчащие в сметане выступают в праздник. И запомни, добрый зритель, если тянешься ты к свету, то духовные шатания неизбежно хороши. Но для полного для счастья, для себя составь ты смету, где засметана и смета она для желудка и души. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Я как-то говорил, что в авторской песне есть правое крыло, которое уходит глубоко вдаль классической музыки, мы знаем, как это стоит. Есть левое крыло, которое далеко вглубь попсы уходит, мы тоже знаем. А мы с Евгением Николаевичем поселение предпочитаем как-то туда-сюда, туда-сюда. Ага. Следующая песня из одного слова, называется, стоит. В 1887 году грузинский просветитель Давид Чубинишки опубликовал в первом русско-грузинском словаре, или грузинское русское, я уже не знаю, уже не помню. Ну, понятие тамадовства. Вот, я думаю, по итогам последних президентских выборов в Грузии, тамада стала сейчас такой профессией востребованной. Молодцы, молодцы. Ну и этому и посвящается сегодня эта задорная веселая песня. С прозаическими тостами, которые очень легко взять на вооружение, хорошо идут. После пятой, обычно после пятой, начинайте цитировать тосты из этой песни, успех гарантирован. Согласно словами Чубинишвили, в далекие ушедшие года, Чтоб гости морды с рюмками не били, за столью прилагался тамада. Он говорил, и волны праханели, эпохи исчезали без следа. И гости морды с рюмками не били, а слушали, что скажет тамада. А если вот лучше, чем следа. Тамада-тамада-тамада-тамада, а в стакане точно не вода. Тамада-тамада-тамада-тамада. Бил у отца трясина. Трясина — это такое болото. Там и бил за то, что у нас никого не сосудут. Болото чуть есть не в рельс. А если бьешь один, тогда беда. Тамада-тамада-тамада-тамада. А если бьешь с друзьями, это да. Тамада-тамада-тамада-тамада. Однажды, молодой джигит, увидел красную девушку. Потом он закрыл журнал «Плейбой», девушка исчез. Какой без застен нашего дома, на который никого не повесит, никто не подарит. Сегодня тоже много выступаю, и тоже очень много горят. Песня «Плейбой» Песня «Плейбой» Завидит. Жизнь — это запад и тысячи вторых джиганов, группировка высоко стервировок, А если бьешь один, тоoria-тамада-тамада-тамада, Сейчас обед во шо¿ну Ortra смяхли, Теперь с друзьями это дар Тамада, Тамада, Тамада А почему черепаха прилетает? Не хочет А почему рыба живет плохая? Ей там нравится Да выпьем за молодых! А за женщин выпьем мы всегда Тамада, 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 Тамада Сорока любая ягода Тамада, 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 Тамада Бамба! Следующая песня была написана в декабре Так что каждый год в декабре Вот эта печенька дар членов этой песни Называется она «Преддамокутния» Это было странно, декабрь Причем, а! Сначала началась эта песня А! Под памяти вспомниться, как она сейчас начинается А! На декабрьской мостовой Драпированной снегами Началась драпированной дождями Потому что первая половина декабря лила дождь Прямо все хлюпало Люди ходили в калошу А потом вдруг раз и удали мороз На декабрьской мостовой Драпированной снегами Драпированной снегами Убегающих тайков Убегающих тайков Ветер времени суров Он не знает сострадания Он швыряет колки цене На побитый молью плиз И в не лучшем из миров На затворках мира задания Одинокий человек Согреваясь Согреваясь Бьет на вес Непонятные дома Непонятная погода Согреваясь Всем уже подмерз Забывает из-под орбит И снежина, чья машка В душу норовит залезть И снежинка В течение дня Согреваясь Замечаемый закат Очень средней волосы Равнодушные дома Где исчезло сострадание И спешат, спешат, спешат Все спешат назад в часы И спешат, спешат, спешат И спешат Все спешат, спешат, спешат Песня «Последний парад» Она вошла в гитарный вариант Потому что в диске от и до Она есть в виде бонуса под оркестр И нам показалось, что Она будет уместна здесь Именно в гитарном варианте А что одетыми Не по погоде Так это никого С ним скребет А то, что мы На небеса уходим Такой вот мы Десант наоборот Наоборот А с нами И братишки Лейтенанты Которых ждали Всем смертям назло Мы не герои И не оккупанты Мы просто те, кому не повезло Что родились Что родились мы здесь А столько и тогда И жирного Отпустили только три А чтоб понять Что душенька крылата Сначала Сначала Нужно умереть И мы Щеканим шаг по батальонам Держа равнине строго На закат А впереди А впереди Майкопская Колонна А сзади те Кого забрал Гераль И в воздух Рвут лихие Музыканты И небо Недалекое Светло Мы не герои И не оккупанты Мы просто те, кому не повезло Что родились Мы здесь А столько и тогда И жирного Отпустили Только три А чтоб понять Что душенька крылата Сначала Правда Нужно Умереть Года летят Как трассеры Ночные Год А мы сквозь них Идем И путь далек А через нас Спешите вы Живые Не зная Что как только Выйдет срок Раскатятся Небесные Куранты В июль В июле Упадем На землю Горад И не герои И не оккупанты Закончат Свой невидимый Парад И Народимся Здесь Востолька И тогда И проживем Две Жизни За одну И будут Наши Душники Крылаты И станут Наши Душники Крылаты И будут Наши Душники Крылаты И улетят На новую Войну И улетят На войну Но Раскатятся Небесные Куранты В июле Упадем На землю Горад И не герои У нас автоматики, а мы всех золотые, А у нас всех матушки. А мы все золотые, А у нас все золотые. что не стало. Песня написана практически на следующий день, просто только возму, что его не стало. Не стало туману, все ясно, просто, по-прежнему все хорошо. А рядом с луном предназначенный остров пополнился новой душой. И кто так давно у костра потеснялся и в кружечку щедро плеснул? Кому-то штраф ноги, кому капель двадцать, ясное дело, споют. Споют, как желтеют, гордивые стопа, про то, как острые пики крыши. Споют про Арбат и споют про Гренаду и новенькую про Париж. Потом кто-то скажет, здесь тоже неплохо, прилезет в глаза, где в дым. И все разлетятся по разным опухам, чтобы ночью присниться своим. А та, что похожа на доброго гноба, из кружки плеснет в костерок, и вспыхнет звездой над тоскующим домом, стрельнувшись в небес уголек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok